Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Футбольный клуб Делайте ставки в марафон Бет Добрый день, это Футбольный клуб Я Василий Уткин, я принимаю на себя все упреки в том, что можно было бы начать работу и пораньше и отметаю их, потому что ну никак нельзя было начинать работать раньше. Мы начинаем сегодня в день, когда ну по факту возобновляется российский футбольный сезон, начинается турнир в Катаре на призы матч-премьера. Это правильный турнир, потому что в конце концов нужно же что-то показывать в межсезонье нужно как-то собирать российские клубы чтобы в одну кучу, где-то они все равно играют, непонятно с кем, непонятно за что тут по крайней мере есть хотя бы видимость, мотивация хотя разумеется цель и полагание у каждой команды будет свое. Я не буду сегодня останавливаться на этом турнире, потому что он начинается собственно говоря сегодня и новости будем звать по ходу. Я думаю, что пару-другой реплик я запишу по ходу этой недели относительно этого турнира, а сейчас поговорим о более важных вещах. Тем не менее для приварки вашей собственной игровой формы в букмекерском смысле, я порекомендовал бы вам сделать ставки на победителя турнира в Катаре порекомендовал бы вам посмотреть по одному матчу всех команд, то есть первый тур и вот после этого понять, кому из них важно побеждать в этом турнире, а кому нет кто из них в какой форме. Вы сможете сделать такой вывод ну а марафон Бет, естественно, предложит вам самые лучшие линии для этой ставки Более важные вещи в январе это всегда трансферы я думаю, что одна из самых интересных историй развернулась вокруг московского Спартака, но почти без его участия. Спартак выступил в качестве покупателя двух футболистов футбольного клуба Чертанова Глушенкова и Умярова. Я боюсь перепутать их имена, но это и не важно, тем более, что мы их сейчас будем активно видеть, наверное, на турнире в Катаре почему мне это кажется существенным и важным? Я вспоминаю прошлый сезон, когда из второй лиги в первую никто не рисковал выходить. Просто никто так и не вышел все решили, что а ну ее к черту первый дивизион, только потратим деньги разоримся, в конце концов, нам тут проще, свободнее в конце концов, те команды, которые должны были с первого дивизиона вылетать, они там так в нем и остались А Чертанова, в сущности, оказалась единственной командой которая рискнула подняться классом выше и при этом заняла место команда, которая просто прекратила свое существование Чем интересен проект Чертанова? Тем, что он вырастает из футбольной школы. Школа сама по себе уже достаточно знаменита и в России, и за ее пределами. Ее воспитанник, вернее наверное, самый большой талант, уж так повезло просто самый большой талант и должен был оказаться в футбольной школе Чертанова. Футболист по фамилии Пеняев едет на Сыжовку в Манчестер Регионайтед мало кто знает, что это уже происходит второй год подряд и, наверное, в конце концов, там он и окажется, если не там, то где-то поблизости Парень сытный придет очень сильное впечатление для своих лет. Я опираюсь не на свое мнение Мне очень трудно всегда в это оценить перспективу игрока. Я журналист, я не тренер А вот тренеры говорят, что такого таланта действительно давно не рождалось в Российской Федерации Но дело не в Пеняеве. Дело в том, что Чертанова — это команда с городским финансированием частично, обнаправленным на школу, и это финансирование не могло быть употреблено для того, чтобы играть в первом дивизионе на профессиональном уровне. Для этого необходимо было привлечь спонсоров. Таким образом, Чертанова оказывается единственной командой в России на этом уровне, которая живет по средствам, на те средства, которые сумеет привлечь. И, разумеется, на средства от продажи футболистов, которых эта команда готовит и которым не может дать практики выше первого дивизиона и, скорее всего, и не сможет дать практики выше первого дивизиона. Но самое интересное даже не в этом. Самое интересное в том, что Чертанова в очередной раз доказывает очень простую футбольную истину. Дело не в размахе футбольного бюджета? Где та Балтика, которая чуть-чуть не вышла в прошлом году и говорила, что собирается выходить в этом? С новым стадионом построенным. Где она, Балтика? Где тот Тамбов? Говорят, что, может быть, даже закроется. Я слухи не хочу распространить. Возможно, команда прибедняется, но тем не менее. Где Курский авангард, который в прошлом году играл в финале Кубка России? Где они все? Очертанова, вот она здесь команда. А почему? Да просто потому, что живет она посредством. Важны не огромные обещания и небольшие бюджеты. Важны те бюджеты, которые выполняются. За двух своих футболистов чертанов попросил Спартак рассчитаться в этом году, вернее, в прошлом году, в 2018, для того, чтобы удобнее закрыть свои счета. Спартак пошел навстречу. И вот теперь два футболиста в московском Спартаке. Видимо, уровень первого дивизиона они переросли. Характерно, что Спартак рассчитывает на них, возможно, даже больше, чем на тех, кто играет в Спартаке 2. Но это такое сложное соревнование, не будем здесь устраивать спартакиаду спартаковцев. Самое главное, что два молодых футболиста с богатым бэграундом привлечения в молодежной сборной получают возможность играть в одном из самых амбициозных клубов страны. С новым тренером, которому нужно обновление, который, в общем, страдает от возраста своих лидеров. Так или иначе, у них есть все возможности для того, чтобы себя показать. А уж что в них сосредоточено, вот это-то мы и узнаем. Но это любопытный эксперимент. Тренировочный турнир без прямой сдачи побеждать. В нем это очень хорошая возможность посмотреть, наверное, и всех. Глушенков и Умяров. Давайте присмотримся к этим футболистам. Тем более, что это еще и вопрос качества проекта Чертанова. Насколько они действительно готовы поставлять качественных игроков более классным командам. Ведь от этого зависит будущее этого проекта, собственно говоря, его реалистичность. Но вообще, чего удивляться? Смотрите, раз Манчестер Юнайтед смотрит на Чертанова, раз инопланетяне прилетают в Чертанову, вы фильм «Притяжение» смотрели, то почему бы и Спартаку, в конце концов, тоже после всех этих важных событий не присмотреться буквально по соседству? На стадион, который виден из окна моего друга Тимура Журавельева, он там живет много лет, наконец-то у него появилась своя команда, родная район, за которой он может болеть. Другой трансфер, который намечается, но, может быть, еще и не состоится, тоже можно рассмотреть с точки зрения инопланетного вмешательства, что в Аргентину инопланетяне тоже прилетали. Это было в фильме «Звездный десант». В самом начале этого фильма инопланетяне полностью уничтожают город Буэнос-Айрес. Не очень хорошее начало, прямо скажем. Но, все не менее, в Аргентине хорошие футболисты рождались, рождаются и продолжают рождаться. Леандро Паредос, футболист петербургского «Зенита», интересует Челси. Говорит, что он интересует не только Челси, но и самого Сари, который интересовался им еще в Наполе. Но вместо этого Паредос уехал в «Зенит», где у него получилось то, что получилось. А вот сейчас Челси испытывает буквально вот всю секунду потребность в глубинном диспетчере, как это еще теперь называется, на новоязи любителей статистики. Состоится сделка или нет, сказать сложно. Я лично даю ей не более 35% вероятности, потому что ведь и «Зениту» нужно искать замену Паредосу. И, вместе с тем, средства за него полагаются весьма выгодные. FIFA Fair Play тоже никто не отменял. Да и, прямо скажем, Паредосу в «Зените» откровенно скучно. У него две красные карточки за первую половину сезона. Но так не ведут себя футболисты, которые заинтересованы в своей будущности вот в этом самом клубе. Примятно к таким сделкам обычно говорится. Ну вот, и из российской команды тоже можно попасть в топ-клуб. Посмотрите на Паредоса. Ну, если это состоится, как минимум интерес существует большой. И, в общем, все это весьма вероятно. «Зенит» объявил за него около 50 миллионов евро. Возможно, эта сна будет меняться. Вообще, про «Зенит» мало что можно сказать с уверенностью. Относительно строительства команды, относительно менеджмента, относительно подбора игроков. Но вот в чем «Зенит» точно понимает, так это в больших деньгах. Такие случаи уже бывали, когда из российской команды футболист переходил в европейский топ-клуб и даже делал там большую славную карьеру. Я говорю в первую очередь, например, о защитнике Видича, который играл за сборную Сербии, играл за Манчестер Юнайтед, а там оказался непосредственно из московского «Спартака». Вы знаете, тогда стало интересно. Вот в каких интересных матчах вы смотрели «Видича», коллеги? А что вы знаете об игре «Видича» в московском «Спартаке?» Несмотря на «Спартак» мало пропускал, когда «Видича» был там в центре обороны. Что удивительного? И выяснилось, что «Видича» знали по играм за его предыдущую команду и отслеживали по играм за сборную Сербии в первую очередь. Вот и сейчас, смотрите, настоящее Парадоса в «Зените», оно как будто бы оказывается вне поля зрения. Парадоса хочет Сари, как хотел его в Италии, как хотел его из Ромы в Наполе. Вот сейчас он вспоминает, что он хотел такого футболиста. Футболист все еще молодой, все это время привлекается в сборную Аргентины на виду. Ну, как вы думаете, Сари изучал игру Парадоса за «Зенит»? Ну, вот давайте поспорим просто, что не изучал. Ну, наверное, знает что-нибудь. В Сари же футбольный фрик, он все смотрит. Смотрит все на свете, кроме чемпионатов мира, которые ему не интересны, потому что там нет никакой оригинальной футбольной мысли. Да еще и сборная Италии не играла. Ну, получается так, что у футболистов с большим потенциалом, российский этап карьеры, он остается как бы вот таким кирпичиком, который, ну, такая вот задернутая за навесочкой страница. Ну, она была. Ну, посмотрим, что по цатистики нам получается. Ну, вот вроде бы там близко к чемпионскому титулу. А может быть и далеко от какого Парадоса получилось. Но, тем не менее, ну мы же его знаем. Ну, это же наш Парадос, в конце концов. Сколько было с ним сыграно игр. Сколько мы за ним наблюдали в Роме. Давайте его возьмем. Давайте. Да не жалко 50 миллионов. Ну, 50 миллионов жалко. Ну, давайте за 40. За 40 они тоже отдадут. В конце концов, будет как-то вот так, наверное. Я думаю, что совершенно очевидно, что Парадос играет последнюю сезону в «Зените». Не знаю, зимой он перейдет или летом, но он точно совершенно с «Зенитом» расстанется. И «Зенит» останется в его карьере темной страницей. Темной не потому, что плохой, а потому, что она затемнена. Она никому не интересна, кроме самого «Зенита». В начале года я хотел бы вернуться к прогнозам, которые я делал накануне этого сезона. Я говорил о том, что «Атлетика Мадрид» может стоять накануне своего лучшего сезона и выиграет титул. Я полагал, что это будет титул чемпиона Испании. И говорил о том, что английская команда, как никогда с большой вероятностью, в этом сезоне может победить в лиге чемпионов. Вы знаете, я убедился в том, что прогнозы эти достаточно интересны. С «Атлетикой» я, наверное, ошибался. Но ошибался в чем? Я недоучел то, что у «Атлетика» очень короткая скамейка запасных. Но, разумеется, самый лучший игрок Сауль. Время от времени должен играть крайнего защитника. Но, наверное, это не лучшим образом сказывается на возможностях команды. Вместе с тем, я полагаю, что у «Атлетика» все равно большой потенциал. И именно эта команда сейчас идет за Барселоной. У которой, может быть, чуть менее внятная игра. Ну, менее внятная относительно того, что могла бы Барселона себе позволить. Но у нее по-прежнему есть Лео Месси, и у нее весьма большая обойма футболистов. Она может не страдать от травм, даже если это травма Лео Месси. Самая большая ошибка, которую может сделать футбольный комментатор, аналитик или даже болельщик, это когда он начинает комментировать, анализировать или болеть не за команду, а за свои представления о ней. Мы приписали Гвардиоле какую-то миссию, вот, прихода нового футбола, и это, возможно, отчасти так. Но Гвардиола в каждом своем слое, в каждом своем действии подчеркивает, что главное для него победа. И как вот вы думаете, если у него не получается раз за разом бороться с контратакующим стилем Клоппа, если он нарывается раз за разом на одни и те же контратакующие грабли, ну, кто же он будет такой? Будет ли он мессия, если он не поменяет что-то, в случае, если ему совершенно точно необходима победа? Это совершенно рациональное действие. Была крайне интересная игра, обоюда острая, и я думаю, что она удалась во всех отношениях, в том числе и в том, что она развенчивает Гвардиолу, вернее, наше представление о Гвардиоле, как о некой мессии, которая меняет представление о футболе. Гвардиола меняет представление не о стиле игры в футбол, он меняет представление о дотошности работы, он меняет представление о том, как эта работа может строиться, и о том, какие футболисты ему необходимы, в первую очередь, для ведения такой игры. Вот это уникальность Гвардиолы. А стиль, то, что происходит на поле, это всегда должно меняться. Чем больше у команды стилей, тем она сильнее. Я не могу не вспомнить слов одного знаменитого махатовского артиста еще до военной школы, Михаила Тарханова, который говорил, что у плохого артиста 6 штампов, а у хорошего 6 тысяч. Вот это и есть отличие тоже хорошего тренера от плохого. Наверное, у меня получается сегодня немного общен. Уж извините, это издержки того, что мы с вами не виделись целый месяц. Много событий есть актуальные, есть чуть более старые, о которых мне хотелось сегодня рассказать. Последняя тема, которую я хотел затронуть. Два клуба, два клуба-побратимы, на самом деле, между которыми существует отношение, если они родственные, то двоюродные, Манчестер, Реал и Мадридский Реал, оказались в сходной ситуации. Они вынуждены были поменять тренера по ходу сезона. Похожие ситуации, ведь и на смену пришли тоже люди из клубной системы. В Манчестере это был Солдский Реал, я буду говорить так, я привык. В Реале это был Салари, тут по-другому так и не скажешь. И получился совершенно разный результат, вы заметили? Вроде бы они говорят об одном и том же. В разных выражениях, эти люди разных темпераментов. Салари может быть чуть более мрачный, а Солдский Реал абсолютно другой, он веселый, он всегда улыбался. Даже улыбка его, наверное, в каком-то смысле сделала его человеческий характер соответствующим от улыбки, а улыбку ему дала просто природа. И вот получается, что Манчестер Реал одерживает 7 побед подряд. А Реал начинает спотыкаться. Оказалось бы, ситуация очень похожая, правда? А ситуация на самом деле очень различная. И на самом деле, может быть, в будущем мы узнаем, что тренер Салари гораздо интереснее и сильнее тренера Солдский Реал. Все дело в том, что смена тренера это всегда как разлад в семье. Это очень индивидуально. Каждая семья несчастна по-своему. Манчестер Реал отходился под игом, под игом тирана. Тирана без знака минус. Это просто форма правления Мауринью, когда все должны быть немножечко другими. Не такими, какими они хотят видеть себя, а такими, какими они хотят видеть Мауринью. Пришел улыбчивый Солдский Реал и раскрепостил команду. И она полетела, она побежала, и вот 7 побед. Она же тоже этого, в общем-то, хотела. Глупейшее дело, которым можно сейчас заниматься, это анализировать творческий почерк тренера Солдский Реал. Его творческий почерк — это его улыбка. Об этом прямо говорят и Гиггс, и Инс. И вообще, это просто то, что первым образом видится снаружи. Солдский Реал принес манчестерским футболистам освобождение. А что принес Солари? С лучшими намерениями, с хорошими намерениями, со знаниями футбола и тоже из клубной системы. Солари пришел на место тренера, который собирал эту команду. Тренера Лапитеги. У которого были идеи, что делать с этой командой, которому верили футболисты. Который попал в полосу неудач, проиграл в Барселоне, пропустив 5 мячей. И в этой ситуации в Мадриде, ну невозможно, ну не полагается не менять тренера. Как бы было невозможно не сменить и все. И приходит Солари. А у него нет идеи. А для него все игроки новые. А игроки привыкли и хотели видеть другого тренера. И получается, что Мадрид спотыкается на каждом шагу. Хотя очень старается, хотя бьется. В последний матч Лука Мадрид играл с замотанной головой. А казалось бы, какие похожие ситуации. Но если не родные, то двоюродные. Но если не одинаковые, то по крайней мере очень похожие. Бери, долепи одну с другой. А вот какой разный результат получается. Я хочу этим вам напомнить, вам, друзья мои, что смена тренера это настолько стрессовый процесс, что он никогда не проходит одинаково. Он никогда не проходит в лабораторных условиях. Именно поэтому он крайний. Это крайняя степень риска. Поэтому я всегда хочется избегать. В наступившем году я желаю, чтобы ваша команда находили свой язык, общий язык с теми тренерами, которые у нее есть, и меняли их пореже. Успехов!